Привет всем! Меня зовут Настя Зуева. Мы сегодня порисуем вот такую вот тропическую красоту, идиллия. У меня есть несколько вариантов на эту тему. Фотографии таких закатов или рассветов вы можете найти в интернете. С учениками мы рисовали в разной цветовой гамме. Вы можете пофантазировать на эту тему. Этот урок очень простой и интересный для новичков. Для этого мы будем использовать бумагу Arche. 300 грамм холодного прессования. Для того, чтобы она не деформировалась, нам ее нужно приклеить. Мы будем использовать малярный скотч. Он бумажный, легко отклеивается, ровненько по 5 миллиметров с каждой стороны. Мы фиксируем лист. Нам это нужно для того, чтобы когда мы весь лист зальем водой, он у нас не сильно деформировался. Есть разные техники рисования по сырому. Можно лист мочить с двух сторон, но так как я использую ограниченный формат, то есть уменьшенный, это меньше чем А4, половинка А4 формата. Я это делаю намеренно, потому что за большим листом уследить сложно. Он будет весь вам непредсказуемо сохнуть или оставаться мокрым где-то, где не нужно очень долго. И для того, чтобы вам было легче контролировать то, что мы делаем, формат я рекомендую брать маленький. Нам понадобится широкая кисть флейц, круглая большая кисточка и круглая кисточка поменьше. Также палитра, водичка, салфетки, краски Невская палитра. Первое, что я буду делать, это мочить лист. Смачиваем лист водой хорошенько. Прям не скупитесь на водичку, не нужно сухой кисточкой возить по листу. Это не имеет никакого смысла. Лист должен пропитаться весь полностью водой. Бумага арш стопроцентный хлопок. Она, как майка, впитывает в себя воду. И потом долго-долго ее держит для того, чтобы было вам удобно рисовать. Но когда лист пропитался, вот вы его так погладьте, любя. Когда он пропитается, весь вы будете уверены, вы можете заглянуть справа, слева наклонить голову, что нигде нету ненамоченных участков. Лишнюю воду с поверхности листа можно немножечко подсобрать. Вот я промокаю кисточку салфеткой. Можно также эту воду выгнать за края бумаги и потом убрать ее, промокнув салфеткой, чтобы руками не размазывать. Флейт нам на сегодня больше не понадобится. В акварельной живописи мы всегда начинаем рисовать с самого светлого. Самое светлое это у нас здесь желтое. Вот это вот желтое. Здесь и холодный и теплый желтый. Дальше у нас пойдет переход через оранжевый, розовый, фиолетовый, розовый, фиолетовый и лак синий в данном случае использован. Если у вас нет таких красок, то вы или вы не знаете таких названий, то вы можете использовать просто желтую, оранжевую, розовую, фиолетовую и синюю краску. Но в Невской палитре существуют цвета, широкий спектр с определенными названиями, которые лучше выучить, когда вы распаковываете краски. Там будет написано, как они называются, для того чтобы ваши уроки рисования проходили более легко и вы знали о чем говорит учитель. Я набираю сейчас немножечко холодной желтой, лимонной, набираю в палитру теплой желтой. В принципе, так как это нужно делать быстро, можно либо краски замешать заранее, либо прям вот как бы по мере того, как вы их будете располагать, так и набирать в палитру. То есть вы можете взять полную кисточку хорошо промешанной с водой желтой краски и очень мягкими движениями, потому что в круглой кисти много воды. Буквально не нужно втирать ее туда легкими прикосновениями. Оставляете краску на листе бумаги. Смываю один оттенок, беру другой оттенок. Если у вас только одна желтая, можете брать ту желтую, которая у вас имеется. И неравномерно, то есть не полосами, а вот такими вот разнообразными мазками я укладываю вторую красочку. Также я возьму золотистую. Мне очень нравится именно этот оттенок в невской палитре. Золотистая и лак оранжевый. Золотистая это такая оранжевая, в которой светится желтый. И промешивая ее в палитре с водичкой, делаю вот такие же точечки. Не нужно делать эти точечки вот так вот рядочком маленькими. Делайте их более свободными движениями и более быстрыми. Вода растащит краску так, как ей нравится. Вот уже лист намок, промок, образовалась такая вот небольшая лужица. И эту лишнюю краску можно и воду подобрать опять-таки краешком салфетки. Салфетка должна хорошо впитывать воду. У меня икеевские салфетки испокон веков, они самые лучшие. Я это делаю для того, чтобы мне вот эта вот лужа из воды не мешала. То есть она будет все время стягивать сюда краску. В принципе это неплохо, но мне хочется, чтобы слои были более равномерные, не утекли в такую воронку. Розовая краска. Розовая или розовый хинокридон. Промешиваю в палитре с небольшим количеством воды. Возьму погуще. Мне хочется, чтобы картинка была очень яркая и насыщенная, чтобы она поднимала настроение. Сильно густую брать не нужно. Вот такая консистенция подойдет. И снова такими вот легкими касаниями, прям перекрывая оранжевинку, я укладываю розовый цвет. Могу зайти чуть-чуть повыше для того, чтобы этот розовый просвечивался у меня сквозь голубой, который будет наверху. И снова подберу лишнюю воду. Вся акварельная живопись это вот эта самая борьба, контроль, контроль, какое количество воды вам нужно где оставлять. Очень красивый яркий цвет фиолетово-розовый, но если у вас краски ниневская палитра и есть только розовый и фиолетовый, можно смешать розовый с фиолетовым, получится фиолетово-розовый. А можно идти сразу через фиолетовый, тоже красивый будет переход. В этой картине, в этой технике мне нравится то, что нету какого-то прям шаблона идеального порядка действий. Вы можете сделать такие переливы цветов, какие вам нравятся. После фиолетово-розового я возьму фиолетовый, он уже более концентрированный, он уже мне притемнит низ и вверх. Видите, что я розовый, фиолетовый и фиолетово-розовый домешиваю в одну лунку. В принципе, я могу использовать и все остальные, но так как это родственные цвета и цвет не испортится в данном случае, то я вот делаю вот такую штуку, потому что иногда в живописи, когда ты работаешь, тебе не хватает чистых луночек для письма в палитре. И можно к такому моменту прибегнуть. До самого низа я укладываю фиолетовый, где-то здесь его могу положить. Могу даже какие-то облачка сделать или тучки. И возьму лак синий. Лак синий это тоже синяя краска с фиолетовым отливом. То есть на моих уроках цветоведения я рассказываю о том, что что такое тепло-холодность и что теплый это огонь, пламя, все что желтое, оранжево-красное, холодное, это соответственно лед. Но не все так просто. В каждом ряду цветов есть цвета теплые и холодные. Вот лак синий это теплый синий. Да-да, теплый синий, как бы это странно не звучало, так оно и есть. Снова чуть-чуть подберу водичку, которая сюда стекла. Если вы лист не перемочили, то у вас этой лужицы не будет, либо она будет не в таком количестве. Но если вы ее перемочили, то можно с этим справиться с помощью салфетки. Здесь у меня уже такие движения более цельные и горизонтальные. Я сейчас поменяю воду, потому что мне хочется добавить немножечко оранжевинки в желтый, а оранжевый нельзя замешивать грязной водой и грязной кисточкой. Вот отсюда он у меня убежал из-за лужицы и вот сюда вот я его добавлю. Посмотрите на лист, как фантастически расплываются краски. Мы поэтому и укладываем вот такими вот легкими движениями для того, чтобы позволить краске двигаться самостоятельно так, как ей нравится. Самое ценное в акварели это вот эти вот подтеки. Это вот то, как эта краска шикарно растекается. Это же просто восторг. Постарайтесь получать от этого удовольствие. Если краска течет не туда, куда вам хочется, то не стоит говорить, что акварель дурацкая и она совершенно не для вас или у вас не получается. Относитесь к этому моменту более философски. Посмотрите на лист и вместо того, чтобы воскликнуть, куда же ты течешь, у меня не выходит, скажите, боже, как красиво потекло, надо же. В следующий раз такую красоту я даже и не знаю, как повторить, потому что в другой раз красочка так не растечется. Растечется каким-то другим образом и поэтому все ваши картины они неповторимы, индивидуальны и прекрасны. Для того чтобы нарисовать пальмы мне нужно, чтобы весь лист идеально высох и я воспользуюсь феном. Последний подбор воды. Помните, что мы сушим через руку. Начинаем сушить, продолжаем, потом обыкновенным образом. Это для того делается, чтобы поток воздуха не сдвинул все наши красивые подтеки. Сейчас, когда немножечко вода испарилась, и лист совершенно чуть-чуть подсох, я не могу обойтись, без чего, вы уже догадались, без брызг чистой водой. Посмотрите, какие звездочки выходят. Поверхность становится гораздо более светящейся и прекрасной, нежели гладковыкрашенная поверхность. Вообще, в живописи нет ничего более ужасного, чем гладковыкрашенная поверхность. В графике, конечно, это допустимо. Живопись, она на то и живопись, чтобы быть живой. И вот эту живость брызги как раз и придают. Продолжаем сушить. Помним, что мы не дуем в одну часть листа, потому что иначе у нас лист высохнет неравномерно и краска ляжет корками. Для того, чтобы цельная такая поверхность и осталась, нам очень важно сушить по всему листу одновременно. Поэтому делайте вот такие движения. ... ... ... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь, вы заметили, насколько лист побледнел при высыхании. Вот так вот выглядели ярко и насыщенно краски, которые были мокрыми. И при высыхании невская палитра немножечко тускнеет. Поэтому нам крайне важно набирать очень ярко и погуще этот пигмент, для того, чтобы наша картинка, когда высохла, не была бледной. Потому что нам важен здесь вот этот вот огонь, вот эта вот яркость в окружении темноты. Если вот здесь будет бледнее, розовый, фиолетовый, если вы возьмете бледно, не концентрированно, то такого эффекта не будет. Поэтому не бойтесь и берите понасыщенней. Для того, чтобы нарисовать пальмочки, нам уже не понадобится такая лужа, а понадобится более концентрированный пигмент. Еще один момент. Сушите лист до того момента, как бумага полностью разровняется. То есть, когда вы увидите, что ваш лист перестал быть изогнутым, а выровнялся, значит он уже полностью сухой. Также вы можете попробовать его рукой. Если нет ощущения влажного или холодного листа, значит он полностью просох. Да, ну вот честно говоря, у меня вот тут вот немножечко он холодноват, а это первый признак того, что внутри под листом еще сохранилась вода, потому что он пропитался насквозь. И эта вода может мне вот эту вот идеальную линию распушить, да, вот сделать такое мягкое. Поэтому я посушу еще чуть-чуть более горячим воздухом. Сушу еще чуть-чуть более густую краску. То есть, здесь уже водички поменьше, а пигмента побольше. Я беру все тоже фиолетовую. Она очень кроющая и будет мне очень хорошо ей рисовать. Я рисую пальмы. В каждом моменте, в каждой картинке есть свой секрет. Здесь можно рисовать пальмы по-разному. Можно начинать с вертикального положения кисти и дальше от тонкой линии, продолжая нажимать на кисточку, вести вниз, линию утолщая. Можете попробовать сделать наоборот. Провести линию от нажима к поднятию кисти до вертикального положения, переведя ее в более тонкую. Вот такие вот есть моменты. И у наших пальмочек, ну примерно по 4-5 веточек. И я говорю, как рыбий скелетик. Есть такая косточка. И дальше вы от нажимчика до поднятия кисточки делаете вот такие вот прекрасные листики. Посмотрите на вот этот листик. Вот у нас есть черновик. Я сейчас покажу, чего делать не надо. Не надо делать одинаковую вот такую вот расческу. Не нужно делать, если даже у вас получается рисовать через нажим, прижимая и отпуская, все листики на одинаковом расстоянии. В природе нет ничего одинакового. И все, что вы рисуете, что связано с природой, оно должно быть такое вот более растрепанное. Часть листиков, которые ближе к нам, висят вниз. И не нужно рисовать эти вверх, иначе пальмы будет вид сверху. Мы их рисуем, также нажим и отпускаем немножечко, как бы более сбоку. Они у нас там повисли. Нажимаем, отпускаем. Можете потренироваться. Нажимаем, отпускаем. То есть мы от нажима поднимаем кончик кисточки. И он у нас, можно даже какие-то перекрестные делать. Получается вот такой вот красивый отпечаток. Да, ну и чтобы она не была такая грустная, чуть-чуть вверх. Можно начинать с тонкого и нажимать. Вы можете приноровиться, каким способом, я вам пальмы показывала и листики, каким способом вам удобнее оставлять именно такой отпечаток. Сначала от тонкого края прижимая, либо от толстого нажима к поднятию кисти, чтобы она давала такой вот тоненький кончик. Вот такая вот пальмочка. Я нарисовала сейчас сразу два ствола. В принципе, я так не делаю, но только для того, чтобы показать вам разные способы. Потому что вот сейчас возникла такая ситуация, когда одна пальма находит на другую. И это может быть не очень красиво композиционно, но я постараюсь этот момент как-то выровнять. Поэтому я не рисую карандашом, не делаю рисунок. Потому что я смотрю, как расплывется у меня фоновая красочка. И исходя из этого, исходя из вот этих красивых мест, которые я хочу показать, либо мест каких-нибудь, которые вы захотите, может быть, скрыть. И такое бывает. Исходя из этого, я уже придумываю, где эти пальмы будут располагаться, под каким углом, какой длины, высоты у них будут стволы. То есть это все диктуется тем, что я увижу после просушки листа. Конечно, если вы боитесь, то можно себе наметить эти пальмочки. Но я уверяю, что они не такие уж и сложные. И прежде чем начать рисовать их на картине, можете взять черновик и попробовать сделать линию от тонкой к широкой. Видите, на кисточке сейчас было недостаточное количество краски, и линия получилась такая вот шершавая. В каких-то моментах это хорошо. Но нам сейчас нужно, чтобы линия была более цельная. Давайте еще раз. Вот уже то, что нужно. Перед тем, как делать новую линию, вы всегда промешиваете краску в палитре. Либо наоборот, да? Наоборот, это от толстого к тонкому. От толстой линии, когда вы прижимаете кисть, вот смотрите, я ее прижала полностью. Веду, 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 веду. И потом начинаю приподнимать, пока у меня не будет касаться только кончик. То есть и такой, и такой вариант возможен. Потренируйтесь на черновике, и у вас обязательно получится. Ну, собственно, две пальмочки. Как-то это грустно. Хочется им еще подружку. Встроенную и красивую пальмочку. Рядом вот здесь вот. Да? Видите, я делаю ее повыше. Не на одном уровне, чтобы их, вот эти вот кроны, не соприкасались. Ну, такой вариант, мне кажется, более интересен композиционно. Помним, что нет в природе ничего одинакового. Рисуем листики с разным наклоном. Давайте еще одну. Ну, и куда же без живности на этой картинке можно заметить маленьких птичечек. Но для того, чтобы пальмы были большими, а неба тоже было много, птичек нужно сделать очень маленькими. Если вы их сделаете большими, то они будут такими птеродактилями и испортят пропорции картины. В принципе, можно их и не делать, но все мы в детстве знаем, как рисовать птичку, делая вот такую вот галочку. Не нужно тоже стремиться к симметрии, то есть сделать раз, ну, во всех свободных местах по птичке. Сделайте где-нибудь две, где-то одну, так, чтобы они летали как по-настоящему. Вот и все. Картина готова. Теперь нужно поставить подпись. Подпись это часть композиции, и для нее нужно найти место. В этом углу у меня ствол дерева, да, поэтому подпись я могу разместить здесь. Мы помним, что мы не используем инородных цветов, а делаем теми же цветами, которые были у нас в живописи. Если я сделаю сильно контрастную подпись, то она будет брать на себя внимание. Я ее сделаю фиолетовым на фиолетовом. То есть вот здесь вот в уголочке, отступив от низа и от края листа по 5 миллиметров можно 1 сантиметр в зависимости от размера бумаги. Ставлю свои инициалы в домике и обязательно год. Обязательно ставьте год, потому что потом, когда вы порисуете со мной некоторое время и найдете свои первые работы, вам будет прикольно вспомнить, когда же вы начали акварель. Можно даже дату ставить. И помним последний секрет, который уже был в предыдущем видео, как мы отрываем скотч на себя от картины. От картины. И вот в такой классной рамочке у нас получились вот такие легкие и прекрасные пальмочки. я думаю, что вам не составит труда. И если вы начнете именно с этой картинки, у вас обязательно акварельные ваши отношения сложатся благополучно. До новых встреч! Пока!